В ноябре 1960 года первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев прибыл с визитом в Берлин. Тогда было две Германии, ГДР и Западная Германия, а Берлин был как бы прифронтовым городом. В городе, разделенном на две части, процветала нелегальная торговля. Хрущев не применул открыть немецким политикам на это глаза. Дескать, спекулируют средь бела дня. Вот к лагу превратили Западный Берлин за стыдоба. Вместо того, чтобы промолчать, он сразу полез, как это всегда он делал, показал им Кузькину мать и объяснил, что у них все плохо. Немецкие коллеги в ответ и сказали, что, слушайте, вы нас учите, вы у себя-то наведите сначала в порядок. Какой черный рынок? О чем вы говорите? Там был ответ, у вас потрясающий черный рынок. Такого черного рынка мы не видели. Это было для Хрущева личным оскорблением. Он себя показал несведущим и некомпетентным в делах своей страны. Кроме того, фарцовщиков и валютчиков не может быть в государстве, которое строит коммунизм. Позорят нашу страну не только здесь, внутри Советского Союза, но и за его пределами. И вот когда в Западном Берлине вот так его отхлестали, и он выяснил, что все это правда, он подумал, что надо с этим кончать. Вот начало этой истории. А конец этой истории случится через полгода. И будет таким, каким его тогда даже невозможно было представить. Субтитры создавал DimaTorzok Девятнадцатого мая 1961 года все центральные газеты Советского Союза поместили на первых полосах сообщения. Комитетом государственной безопасности арестованы и привлечены к уголовной ответственности за нарушение правил о валютных операциях и спекуляцию в крупных размерах Рокотов, Ян Тимофеевич, Фейбишенко, Владислав Петрович и другие. Когда все газеты вдруг написали о какой-то банде, как ее тогда называли, группе фарцовщиков, то это произвело совершенно ошеломляющее впечатление на население. Страна не подозревала, что у нас существуют фарцовщики. При обыске у них изъято золотых монет общим весом 12 килограммов. Большое количество иностранной валюты, советских денег и других ценностей. Дело Рокотова в советское время было как взрыв водородной бомбы. Советский человек мог родиться, пойти в школу, получить высшее образование, даже умереть, никогда не увидев ни одной иностранной купюры, а тем более доллара. Как установлено следствием, преступники скупили и перепродали иностранные валюты и золотых монет в общей сложности более чем на 20 миллионов рублей. Это вы не можете себе представить, если там на 5 тысяч можно было купить роскошную «Волгу», самую лучшую машину советского всевременного народа. Вскоре Рокотов и Фейбишенко предстали перед Мосгорсудом. Зал был набит битком, это я помню. Я смотрел на Рокотова, он спокойно сидел, вот я обратил внимание на то, что он никак не проявлялся, он не волновался. Фейбишенко тоже не нервничал. От 3 до 8 – это не страшно. Какие его годы? Они же верили советскому суду, они же верили в то, что Конституция существует, что законы есть в этой стране. Если по самому страшному развитию событий от 5 до 8, ну они знали, что 8-то лет они по-любому отсидят и выйдут. Заседание вел Леонид Громов, председатель Мосгорсуда. Это показывало значимость процесса. Когда я смотрел на публику, никакого гнева народа в зале не было. Не могу сказать, что кто-то восхищался, потому что страх был достаточно велик. Вот эта эмоция смешанная и удивлением – это было главное впечатление от этого процесса. Суд назначил Рокотову и Фейбишенко максимальное наказание – по 8 лет лишения свободы. Конец 50-х. Москва. Плешка. Так назывался отрезок улицы Горького от Пушкинской площади до гостиницы «Националь». Здесь, в центре столицы, в основном и обитали иностранные гости. Иностранца можно было определить сразу. По джинсам, по шляпе, по костюму, по гаустуку, по начищенным ботинкам. Каждый день в любую погоду валютчики выходили на Плешку охотиться за интуристами. Они предлагали сразу несколько услуг. Первая услуга – это обменять доллары не по курсу. В конце 50-х доллар стоил 4 рубля. А после реформы 61-го года курс станет и того меньше – 90 копеек. На самом деле покупательность, способность доллара была совершенно другая. Для иностранцев существовал льготный курс – 10 рублей за доллар. Валютчики же давали за него 20, а то и 30 рублей. В два, иногда и в три раза они превышали тот курс, который существовал у государства. И тем самым они выводили деньги, деньги выводили из государственного бюджета. Это каралось законом. Нарушение правил валютных операций. Статья 88 Уголовного кодекса РСФСР. Причем запрещены были не только манипуляции с валютой. Просто иметь ее на руках – уже криминал. Дело было опасным, но выгодным. Игра стоила свечи. Валютчики, они покупали доллары по завышенной цене. Вроде бы невыгодно, но они потом эти доллары продавали людям, которые могли уезжать за границу. А знаете почему? Потому что советский человек, выезжавший за рубеж, мог с собой взять, не задекларировав, 30 долларов США. Поэтому экономили, брали с собой копченую колбасу, питались только этой колбасой и консервами, чтобы сэкономить за эти несчастные деньги, и что-нибудь на них купить и привезти своим. Вот три категории, в основном которые приобретали валюту. Это артисты, спортсмены и специалисты, которые выезжали. Ну, тоже и сама асуанская плотина. Если вы помните в Египте, асуанскую плотину очень долго строили. Нужно было выезжать с деньгами за границу. А денег этих взять негде было, и никакой валюты нигде не продавали, не меняли. Иностранцы продавали валюту охотно. Без рублей в стране советов никуда. Были забавные случаи, когда я на улице, когда я просто проходил мимо ресторана «Минск», человек сказал, «Я хочу укус, это у меня есть деньги. Это ты себе куда-нибудь засунь эти деньги, швейцарку. На рубли есть, надо рубли иметь». Я к нему подошел, и я, конечно, помог человеку. И вот за 100 долларов, рублей 200 я ему дал, продал за 500. На Плешке, в гостиницах и универмагах к иностранцам подходили бегунки, или по-другому – рысаки. Они представляли первую ступеньку жестко выстроенной иерархической лестницы. Так называемые бегунки и рысаки – это низшие сословия вот этих валютчиков, которые, значит, скупают у иностранцев валюту, основным по вечерам и ночью. Потом шефы, которым они валюту привозят. И, наконец, купцы, которые самые такие законспирированные деятели. Купцы в контакт с иностранцами старались не вступать, не светились. Их знали лишь немногие, да и то по кличкам. Среди московских купцов выделялись трое. Владик, Дим Димыч, он же антиквар, и Ян Косой. 33-летний Ян Рокотов. Прозвище он получил еще в школе. Дело все в том, что, когда он учился в школе, то девочка случайно карандашом ему ткнула в глаз. Он не был ослепшим на этот глаз, немножко косил. Образование Ян имел то ли среднее, то ли 7-летнее, хотя в зрелые годы всех уверял, что учился на юридическом факультете МГУ. Так или иначе, за несколько лет ему удалось создать крепкую сеть теневого валютного промысла. У него было очень большое количество помощников. То есть он был в этом смысле новатором, когда он этот процесс обмена денег и так далее, он просто поставил это на поток. То есть это реально был бизнес, как бы сейчас сказали. Вторая крупная фигура – ровесник Рокотова Дмитрий Яковлев, Дим Димыч. Уроженец Прибалтики. Там он и проворачивал основную часть сделок. В свое время закончил МГУ, владел тремя иностранными языками. Деньги вкладывал в золото и предметы искусства. Яковлев, он вообще имел кличку «Антиквар». Он был совершенно помешан на антиквариате. Самым молодым в высшей касте валютчиков являлся 24-летний Владислав Фебешенко – Владик. Карьеру на черном рынке он начал в 1957-м, во время Московского фестиваля молодежи и студентов. Начался знаменитый фестиваль молодежи и студентов. Открылись ворота впервые. Советские люди получили возможность общаться с иностранцами. И с этим открытием границы люди увидели, как одеваются наши гости молодые. Джинсы, батники, диски фирменные и так далее, и так далее. Все это стало дефицитом, который народ искал. И по этому поводу шла серьезная, так сказать, жизнь подпольная некая. Владик был тем самым человеком, который оказался у руля вот этого движения. Это был юноша, красивый, легкий, очень веселый. Он нигде не работал. Он просыпался в 12 утра, пил кофе, вызывал такси. Садился в такси и объезжал своих ребят. И все, что я знаю об этом человеке, я знаю от моей мамы. Они дружили с Владиком. И для мамы это все было немножко жизнь с луны. Как-то раз она забыла ключи и ждала Владика около дома. Ждала долго. Он все не появлялся. Написала записочку, сунула ее в почтовый ящик. И из почтового ящика выводится пакет, завернутый в газету. Она газету открывает и видит там просто вот деньги. Значит, она в таком объеме денег в своей жизни не видела никогда. Тут же их завернула обратно, и Сиса затолкала в этот почтовый ящик. И сбежала оттуда в полном ужасе. Несмотря на огромные доходы Файбешенко, в силу возраста и опыта, было трудно сравниться с Рокотовым, который на тот момент уже являлся дельцом международного масштаба. Он познакомился с представителем совета директоров одного частного банка Отто и Компаньоны. Познакомились они в ресторане на гостинице «Националь». Рокотов предложил ему свою схему, которую он продумал и давно вынашивал. Внося в немецкий банк марки, приезжавшие в СССР иностранцы получали от Яна советские деньги по выгодному курсу. И, напротив, выезжавшие за границу советские люди, выдав косому рубли, получали за границей соответствующую сумму в валюте. Они опробовали эту схему, через полгода в обороте уже сотни тысяч рублей коптили. Элементарно. Для Файбешенко Рокотов был кумиром, примером для подражания. Такой лидер взрослый, сильный, который знал цену каждому поступку. Этому Рокотова научили на зоне. К моменту знакомства с Файбешенко за плечами у него было 8 лет лагерей. Посадили, когда только исполнилось 17 лет. По печально известной 58-й. Эта политическая статья, за которую карали так называемых врагов народа, она была настолько широкая, что там можно было от нее все получить по ней. И десятку, и пятнашку, и расстрел. В чем именно обвиняли Рокотова, неизвестно до сих пор. Никто, конечно, не сохранил, я думаю, даже в следственном деле, того анекдота, который он мог рассказать. Мой близкий товарищ однажды сказал, у нас в Советском Союзе не диктатура пролетариата, а диктатура Сталина. Он 10 лет получил. На лесоповале Рокотов хилый и щуплый не выполнял норму. Бригада из-за него недополучала пайку. За это блатные били смертным боем. Лагерь, конечно же, отразился на его психике. Шаламов, которого я считаю великим русским писателем, сказал, что лагерь ничего хорошего человеку не дает, только портит его жизнь. Однако, как вспоминают его салагерники, к концу срока Ян уже не ворочил бревна. Имел работу полегче, а на волю вышел в новеньком костюме. Говорили, что на зоне он нашел влиятельных покровителей. Судя по всему, когда он сидел в лагере, вполне возможно, он имел какие-то контакты с валютчиками, которые в 20-е годы подвязались на этой Неве. Вот он у них научился, а так называемые бегунки, рысаки, потом шефы, которым они валюту привозят, и, наконец, купцы. Так эта вся вот структура была придумана в 20-е годы в Вильнан-НЭПА. И Рокотов ничего не выдумывал, он что, по накатанной стезе. Вторым предложением, с которым обращались к иностранцам на Плешке, была просьба продать джинсы. Эта услуга тоже была и пользовалась успехом, даже большим, чем продажа долларов. Надо было обязательно этим ребятам, во что бы то ни стало, купить джинсы, просто джины. Вот если у тебя были джины, ты котировался здорово. Американцы, они продавали джины, продавали. Причем продавали по совершенно фантастически низким ценам. А здесь, в Москве, их брали в оборот, эти джины, их в три-четыре раза накручивали. Если взять эту машину время и перенестись туда, мне кажется, каждый второй ходил в джинсах. И все эти джинсы были куплены не в магазине. Естественно, фарцовщиков было много. И это был протест против совка, против запретов всевозможных, против этого железного занавеса. Вот это как раз символ свободы, джинсы. Валютчики на Плешке чувствовали себя весьма вольготно. И этих ребят, фарцовщиков, почему-то никогда не ловили. Я не знаю почему. Места действительно известные. Улица не такая длинная. Ну, казалось бы, бери и хватай. Валютный рынок, тот черный валютный рынок, который существовал в Советском Союзе, в данном случае в Москве, долгие годы он находился под опекой в первую очередь Министерства внутренних дел. Или структура, которая называлась ОБХСС, отдел по борьбе с хищением социалистической собственности. Там был отдел, который занимался как раз спекуляциями валютой. У руководства ОБХСС была информация на всех валютных шишек. И на Яковлева, и на Рокотова, и на Фаебешенко. Мало того, они были знакомы лично. Они всех знали, их все знали. Главный человек в этом отделе – это был их, так сказать, близкий знакомец, с которым они проводили время, бывали в ресторанах и, в общем, помогали друг другу. Рокотов подкармливал еще двух начальников, которые курировали непосредственно плешку. Ежемесячно выплачивал сумму в размере их должностного оклада. Есть история о том, как Влад вместе с Рокотовым устраивали выезд в Юрмал, да, своим куратором милицейским. И там они отдыхали и кутили. Было абсолютное взаимопонимание. Взаимопониманию пришел конец в январе 60-го. На высшем уровне было принято решение о реорганизации структуры для борьбы с незаконными валютными операциями. Изведения МВД подобные дела были переданы в Комитет государственной безопасности. Валюту и золото Рокотов никогда не держал при себе. Часть денег постоянно крутилась в деле. Другую часть капитала косой хранил на съемных квартирах. Одна из них находилась в знаменитом доме на улице Горького. Там жила Майя Михайловна Песецкая до последних дней. Жил Гиллильс, великий пианист. Жил Дейнека, великий художник. Жил Лемешев, Козловский. И вот в этом доме жили мы, а напротив нас жила семья. Они сдавались в квартиру приятной группе таких молодых людей. Вот эти люди открывали дверь, пропускали маму, пропускали няню. И мама говорит, учись у них, Коля. А потом разгорелся дикий скандал. Выяснилось, что вот эту квартиру одну из сдавали человеку по фамилии Рокотов. Денег было так много, что он пачками клал их. И думаете, где он хранил? В туалетик. Самое, с точки зрения пожара, самое безопасное место. Кроме того, Рокотов прятал купюры в книгах. Закладывал сторублевками любимые страницы. Видимо, из книг Рокотов почерпнул еще один способ хранить сокровища – чемодане. Так делал советский подпольный миллионер, герой знаменитого романа «Золотой теленок» Александр Иванович Корейко. У него тоже был чемодан. Он с этим чемоданом то друзьям отдавал, то родственникам, а то просто отдавал в камеру хранения. И он сделал сторожем государства. И еженедельно перемещал его из камеры хранения одного вокзала в другой. Дим Димыч Яковлев тоже был предельно скрытным и аккуратным. Понимая, что его телефон могут прослушивать, он нанял некую Раису, инвалида второй группы. От нее требовалось одно – отвечать на звонки. Сидя у себя дома, она собирала для Яковлева информацию от посредников. Ни о чем не догадываясь, каждое утро она сообщала Яковлеву расписание его встреч на день. Когда сотрудники КГБ вышли на Раису, перевербовать ее не стоило никакого труда. Она помогла установить значительный круг сообщников Яковлева. К концу осени 1960 года у КГБ уже было полное представление об основных участниках столичного теневого валютного бизнеса. Однако ввиду того, что они имели обширные связи в дипломатических и номенклатурных кругах, был приказ брать их только с поличным. То есть наверняка. Первым взяли Владика. Арестовали во время сделки. При нем оказалось 148 золотых английских фунтов и большая сумма в рублях. В музее Московского городского суда хранятся копии уголовного дела в отношении Рокотова, Фабишенко и других подсудимых. При обыске у Фабишенко изъят иностранные валюты на сумму около 500 тысяч рублей по спекулятивным ценам. Фабишенко, кроме того, занимался скупкой и перепродажей вещей иностранного производства. Так, например, на фотографиях мы видим джинсы, пластинки, даже жвачки. Зачем ему нужны такие деньги? Девушки, модные прикиды, рестораны, такси, поездки на юг. Это все. Больше их тратить было не на что. Он не мог тогда даже квартиру купить, потому что квартиры не продавались. Вот такой прям цели не было никакой. Была цель нормально жить. Вот просто существовать и работать на завозе, чтобы потом влачить жалкое существование, он не мог и не хотел. Яковлев всю прибыль тратил на антиквариат. А вот о цели Рокотова можно только догадываться. Он никогда об этом не говорил. Вторым за решетку попал Дим Димыч. Связная Раиса сообщила, что Яковлеву пришла посылка. В посылке нашли десяток дамских золотых часов, запрятанных в пару резиновых сапог. Однако сам Рокотов все еще оставался на свободе. У него был нюх очень хороший. Чувствуя, что за ним следят, он решил сделать эксперимент. Подслушивает ли его телефоны. Разговаривая с приятелем, он сказал, слушай, я тебе хочу передать очень ценную вещь, я тебе дам чемодан, приходи ко мне. Рокотов встретился со своим знакомым ночью. Передал кейс. Вскоре под каким-то предлогом приятель был задержан. В чемодане лежали мочалка и кусок банного мыла. В первых числах декабря 1960 года разработка дела валютчиков резко начала набирать обороты. Вернувшись из западного Берлина, где он претерпел публичное унижение, Хрущев дал команду полностью разделаться со спекулянтами, причем в кратчайшие сроки. Никит Сергеевич ввел страну в коммунизм. Рокотовым там места не было. Эпоха-то какая была, 60-е годы. Это самый-самый расцвет был науки, культуры, все в стране шло на подъем. Это и космос, полет Гагарина. Далее объявлено о том, что нынешнее поколение людей будет жить при коммунизме. Весь год, 61-й, Хрущев готовился к 22-м съезду КПСС. И должны были принять программу, новую программу партии, программу строительства коммунизма. Какой черт и коммунизм? Когда может что творить? В программе коммунистической партии, главное, что было записано там? Главное было записано это создание нового человека. А Рокотов, он явно не вписывался в канон вот этого нового человека. Поэтому он должен быть уничтожен. 8 декабря 60-го года Ян Косой был задержан на Ленинградском вокзале. О том, когда именно Рокотов придет за чемоданом, сообщила дамма, его близкая знакомая. По совместительству агент спецслужб. О чем Косой даже не догадывался. Просто вопрос был в том, кто кого переиграет. Вот эта женщина, агентесса, она его переиграла. Она настолько была искусственной актрисой, что уж он-то как раз не мог ни в коем случае заподозрить в ней агентессу и человека, который работает по нему. Рокотова взяли в камере хранения. Он получал свой саквояж с хитроумными американскими замками. Когда ему заломили руки, стоящие за ним люди из очереди, Косой закричал, что чемодан не его, но этот номер не прошел. При обыске у Рокотова изъято 1049 золотых монет, 16402 американских доллара, 23 бумажных английских фунтов стерлингов. Так, на фотографии имущества изъято у Рокотова видно большое количество валюты, монет царской чеканки, золотых часов. По дороге с вокзала машина, в которой сидел задержанный Рокотов, сделала крюк. Сначала его провезли мимо Петровки-38. Показали ему, что он может не надеяться на своего оператора, коим являлся начальник валютного отдела Петровки-38. Мы провезли его специально, чтобы показать, что и здесь все перекрыто. И потом привезли на урганку. Все. И вот он поплыл сразу после этого. Поплыл, потому что рассчитывал на поддержку. Ведь много лет он не только поил, кормил милицейских шишек, но и работал на них. Двое из них, Рокотов, конечно же, и Яковлев, были такими профессиональными осадкомитями. То есть это такие двустволки, как называли их в то время. Одной рукой они форцевали, а второй стучали на мелких своих подчиненных рыбешек, сдавали их милиции. И милиция их ловила. Возможно, в другой ситуации высокие покровители смогли бы припомнить их заслуги в качестве тайных агентов. Однако сейчас рассчитывать на это не приходилось. В дело валютчиков вмешалась большая политика. Доложив об успешном завершении операции, руководство КГБ организовало для руководителей партии и правительства выставку изъятых у валютчиков ценностей. 31 декабря в Кремль прибыл Хрущев и другие члены ЦК. Увиденное сильно впечатлило первого секретаря. И он поинтересовался у председателя КГБ Шелепина. А что им грозит? От трех до восьми лет. Как заорал Никита? Как это может быть? Я этого не потерплю. И тогда произошла чудовищная вещь, которую не было никогда, ни до, ни после. Ее не было во все времена Сталина, во все времена ежовского террора. Могли человека ни за что казнить, но только на основе того, что он сделал сегодня. И никогда не могли припаять, как говорится, ему статью, которую придумали после того, как этого человека арестовали. 25 марта 1961 года указом Президиума Верховного Совета СССР срок наказания за незаконные валютные операции был увеличен до 15 лет. Указ вступал в силу 1 января 1961 года. Но поскольку его приняли уже после ареста купцов, эту меру к ним применить было нельзя. Закон обратной силы не имеет. Такова общепринятая юридическая практика. Это принцип гуманизма мировой юстиции вообще в мире строится на том, что закон, который усиливает уголовную ответственность, не применяется к тем деяниям, которые были совершены до его принятия. Крущев, однако, понимал гуманизм иначе. Если человек позорит советскую действительность, к нему может быть применено самое суровое наказание, которое только существует в государстве. Он потребовал пересмотра дела валютчиков. Приговор отменяется, и происходит второе рассмотрение дела Рокотова и Файбишенко. 15 июня Московский городской суд приговаривает Рокотова и Файбишенко к максимальному сроку – 15 годам лишения свободы. Дело Яковлева было вынесено в отдельное производство. Здесь мы можем задуматься, почему он не попал и кто его вывел из этого списка. Я так думаю, что выводили его в комитетчике, в комитет госбезопасности. Судя по всему, они его перевербовали, поскольку он был до этого, насколько я знаю, агентом ОБХСС, информатором ОБХСС. Учитывая знания и обширные связи Яковлева, в том числе с иностранцами, руководство КГБ, скорее всего, намеревалось заполучить в его лице ценного агента. Однако эта операция так и не осуществилась. 17 июня, то есть через день, Хрущев на президиуме ЦК неожиданно говорит, я вчера читал рубрику из зала суда, и что же выходит, что им дали всего-навсего 15 лет. На это заседание были специально вызваны генеральный прокурор СССР Роман Руденко и председатель Верховного суда Александр Горкин. Хрущев довольно-таки в жесткой форме сказал, что я был возмущен, что им дали 15 лет, а они расстреляли. Роман Андреевич повернулся и сказал, расстреливать Никита Сергеевич мы не можем, потому что у нас закон этого не предполагает. Хрущев продолжил. Человек этот Рокотов разложился. Ему только одно место – в гробу. У крестьян есть поговорка – худая трава с поля вон. Законодательство надо пересмотреть. Руденко ответил, если закон не установил смертной казни, мы не можем ее применять. За историю советской власти никогда не было таких случаев. Ответ Хрущева был, это зафиксировано, поэтому позволю себе процитировать, да пошли вы к чертовой матери. Нужно расстреливать, чтобы не поощрять других к подобным деяниям. Руденко – это же фигура, это же фигура мирового, так сказать, масштаба. Он был один из главных обвинителей на Минюрбинском процессе, над главными нацистскими преступниками. Вот так он ее, как мальчишку, отчитывает на этом заседании ЦК. Хрущев сказал, что вы вообще чью линию проводите? Линию мою, нашей партии или какую-то еще? Ответ отца был такой, что я провожу линию, направленную на соблюдение социалистической законности. Вы свободны, сказал Хрущев. Вы свободны? Эту фразу можно было понимать как угодно. Вечером после ужина Роман Андреевич попросил Галину, свою старшую дочь, зайти к нему в кабинет. И рассказал подробно об этой ситуации, вполне предвидя свою отставку, и просил, что когда я вырасту, чтобы она мне подробно рассказала, что происходило в реальности на самом деле. То есть он готов был, видимо, не только к тому, что его снимут со своей позиции, но что ему не придется самому лично рассказать выросшему сыну о том, что происходило и как развивались вопросы. Возможный арест, возможная ссылка, кто его знает? Хрущев был продуктом своего времени. Где-то слышал, что одному из своих ближайших людей, ближайших родственников даже, он как-то сказал, что да, я развенчал культ Сталина и репрессии, но у меня у самого руки по локоть в крови. Вскоре после заседания в ЦК, выступая на городском митинге в Алма-Ате, Хрущев снова высказался о деле Рокотова. Почитали, какую банду изловили в Москве. И за все про все ее главарям дали по 15 лет. Да за такие приговоры самих судей судить надо. В кулуарах Никита Сергеевич высказался еще жестче. На закрытом совещании Хрущев говорил, что таких судей надо расстреливать. 7 июля председателя Московского городского суда Леонида Громова отстранили от занимаемой должности. Леониду Абрамовичу предлагали это дело вести третий раз, но он отказался, он сказал, что в этом фарсе он уже участвовать не будет. Исход нового, третьего процесса был ясен. Ведь 1 июля 1961 года появился еще один указ Президиума Верховного Совета СССР, который теперь предусматривал за валютные операции смертную казнь. Расстрел. Закону уже дважды придавалась обратная сила. По одному и тому же делу. Это уже политика. А политику он всегда старался обходить стороной. Увольнение Громов воспринял тяжело. Он считал, что самое страшное, которое было, это репрессии. Что это уже закончено. Он же сам участвовал в процессе надбери. Он уже считал, что мы действительно строим коммунизм, и вот-вот, вот-вот он наступит. И здесь возвращается пересмотр законов, угрозы, расстрелы на деле Роктови, и закончилось вот теперь. Для него это было ударом. Смертная казнь в СССР была отменена в 1947 году. В январе 1950-го ее восстановили, но только для шпионов, изменников и диверсантов. А в 1959-м Хрущев с трибуны ООН призвал отменить смертную казнь навсегда. По всем статьям и во всем мире. И вот смотрите, этот приверженец того, чтобы исключить смертную казнь из санкции уголовного законодательства вообще, причем во всемирном масштабе, сам требует, чтобы им дали исключительную меру наказания. Процесс был абсолютно показательным. Собственно говоря, отсюда и вот эта настойчивость Хрущева именно на расстреле. Дело Роктова, оно просто попало, что называется, легло в ненужное время. Говорят, в данном случае в ненужное время и в ненужное место. Генеральный прокурор Руденко ждал решения своей участи два месяца. Конфликт получил неожиданное разрешение на очередной сессии Верховного Совета СССР. В присутствии большого количества народа Хрущев попросил отца подняться и сказал, вот, я ставлю вам в пример нашего генерального прокурора, который не побоялся высказать свое мнение, смело отстаивал свою точку зрения. Вот берите с него пример. Искренне говорил Хрущев или Лукавил, неизвестно. В любом случае, все вышло, как он хотел. На тот момент трех главных валютчиков уже не было в живых. Новый процесс по делу валютчиков состоялся 18 и 19 июля 1961 года. Заметите, прошло, ну, менее трех недель с момента подписания указа, в котором введена смертная казнь за такого рода деяние. За это время успели протест внести, отменить приговор и снова направить дело в суд. Видите, с какой поспешностью. Верховный суд РСФСР приговорил Рокотова и Файбишенко к смертной казни с конфискацией всех изъятых ценностей и имущества. На сей раз приговор выносил председатель Верховного суда РСФСР Анатолий Рубичев. Он сделал то, что они требовали. Под давлением высшего должностного лица государства наша Фемида дала задний ход. Файбишенко от защиты на процессе отказался. Когда ему предлагали адвоката, он сказал, не надо, зачем, мне вы не поможете уже, а вам потом будет за это спроситься. Это же страшные слова, этот человек просто шел уже на смерть, он уже понял. Понял это и Рокотов. Оставалась последняя надежда на царя-батюшку. Из письма Яны Рокотова Никите Сергеевичу Хрущеву от 22 июля 1961 года. Я приговорен к расстрелу. Во многом я заблуждался. Сейчас я переродился и совершенно другой человек. Ведь я не убийца, не шпион, не бандит. Очень прошу помиловать меня. Написал Хрущеву и родной отец Яна, Александр Орликов. Его жена умерла, когда Яну было всего три месяца. И поэтому Рокотова воспитывали теткой, бабушкой. И муж, по-моему, его тетки имел фамилию Рокотов. И звали его Тимофеем. Был он главным редактором журнала «Интернациональная литература». Он и усыновил маленького Яна. До судебного процесса Рокотов-старший не дожил. В письме Орликов отметил, что 40 лет работал на стройках и заводах оборонного значения. Потерял обе ноги. За свою работу награжден орденом и медалями. Старый большевик молил Хрущева предотвратить расстрел. Оба письма остались без ответа. А родители Файбишенко слали письма на имя председателя КГБ Шелепина. А мать писала. «Дорогой товарищ Шелепин, помогите мне. Умоляю вас своим измученным материнским сердцем. Не расстреливайте его. Не отнимайте жизни у 24-летнего юноши. Дайте ему стать настоящим человеком». И Шелепин действительно направил Хрущеву прошение о помиловании. Только просил он не о Рокотове с Файбишенко, а о Дмитрии Яковлеве. Во-первых, тот раскаялся. Во-вторых, сообщил множество ценных сведений. Кроме того, Яковлев был тяжело болен. Он страдал туберкулезом легких. Ну и, может быть, даже в приватном разговоре говорил о том, что он наш агент, что он нам пригодится. Агент нового найдете. Что у вас? С агентурой, что ли, плохо? 25 июля всем троим в помиловании было отказано. На следующий день их казнили. Это навсегда осталось темным пятном юриспруденции, потому что древние римляне говорили, пусть погибнет мир, но торжествует юстиция. В данном случае юстиция погибнет. Несмотря на громкий показательный процесс над валютчиками, черный рынок в Москве никуда не делся. Это не могло закончиться по одной очень простой причине. Дело было не только в этих фарцовщиках. Дело было и в другом. Люди хотели хорошо одеваться. Вся страна крутилась. Каждый доставал что-то. Ансамбль «Березка», Большой театр, Государственный цирк. Они все привозили, продавали, торговали. Я поступал так, как жило очень огромное количество людей. Среди прочих, покупал, продавал валюту и одежду молодой актер Владимир Долинский. Боялся ли? Ведь после дела Рокотова 88-я статья стала статьей страшной, расстрельной. Я так поверху плавал, я так не нырял. А расстрелить там это же не могло идти. Ну что, посадил? Это было очень страшно. Я считал, в общем, все равно, что ну что я делаю, я не ворую ничего. Ну кто меня? Ну потом, я уже артист, я уже Кабачок-13, стульяк, пан Пепича. Ну кто меня? Ну пожурят в крайнем случае. Что там с вами? Вот вы все шутите, а мне не дошуток. Что случилось, Пепичик? Пожурили, но не только. Долинский был осужден в 1973-м, получил 5 лет. 2700 рублей незаконно нашли. Это вообще смех. Это мне, в общем, дали низший предел. Театр сатиры, где служил Долинский, поддержал ходатайство актера о помиловании. Его подписали Попанов, Миронов, Менглет, Высоковский, Ширвинд, Державин. Самое главное, что меня больше всего там обучило? Ну бездарность этой жизни. Когда я все, что Марк Анатольевич Захаров, ему за это время дали свой театр Ленкома. Он меня любил как актер, он меня знал. Я понимаю, что я бы сейчас там был, в этом театре. Я тупо стою в обдирном цехе, джжжжжжжа, тачиваю насос. Джжжжжж, тупо, бездарно. Абсолютно проходит время. Недавно, практически спустя 50 лет после расстрела 1961 года, в Нью-Йорке появились в продаже джинсы Рокотов. Линии моделей подразделяются по цифрам. Классическая модель носит номер 88. Это как раз 88-я статья, по которой был расстрелен Рокотов и Финбушенко. Ну и Яковлев, соответственно. В Америке много русских иммигрантов, которые знают эту историю и как раз, может, и уехали в те годы, как раз тоже из-за этой статьи дурацкой. Как в сленге это называется «рокоты», вот эти джинсы, они своеобразно устроены, да, там на кармане отстрочка такая в виде патрона и флаг американский внутри скрыт. Да, в этом какой-то образ существует интересный очень. И для многих это просто желание какой-то свободы, вот той самой свободы, которая тогда могла быть, забрыжила где-то вдали. Это на самом деле не про Америку, это на самом деле про какие-то наши идеалы, которые были для нас актуальны в то время. Кем они были? Рокотов и компания. Да, простыми мошенниками или продвинутыми экономистами. Я думаю, что если бы и Рокотов и Кубышенко были бы, жили бы сейчас, они бы были где-то в очень серьезных кругах экономических. Кто они? Подонки или герои? Они не герои, эти люди. Это мразь. Это мразь, которую надо наказывать и судить. Герои. И это был протест против совка, против запретов всевозможных, против этого железного занавеса. Эти люди, они не герои, потому что они сознательно шли на нарушение закона. Вот. Но и подонками, их не назовешь, они никого не убивали, не причиняли зла. В наши дни обмен валюты – повседневная обыденность. А то, что называлось спекуляцией, теперь бизнес. Просто бизнес. История так распорядилась, что они просто не в свое время родились. И вот тут, конечно, настоящая трагедия. 88-я статья, которую еще называли «бабочка», была отменена лишь в 1994 году. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА